Страна у нас действительно большая, немало и народу в ней живет. Кто-то не видел ягеля, а кто-то молочая. Мы постараемся все показать, опять идем в поход. И снова едем в наш любимый Питер. Белые ночи там хотим мы посмотреть, а заодно хотим развод мостов увидеть. И вам все показать, и может песню спеть. Уважаемые любители рок-музыки, мы опять будем обжираться. Мы закончили экскурсию в музее артиллерии, были там больше трех часов, посмотрели всю экспозицию, услышали много нового и проголодались. И поэтому решили заехать в какой-нибудь питерский хороший ресторан. И нам порекомендовали русский ресторан Строганов. Вы помните Строганова, графа Строганова или нет? Тогда я вам напомню, что немного русских блюд известно за рубежом, которые стали межнациональными. Так вот, одно из них, Беф Строганов, знает во всем мире. И оно четко классифицируется, как русское блюдо. Потому что придумал его граф Строганов. Это мелко нарезанная говядина с картофельным пюре и соусом мясным. Вот это и есть Беф Строганов. К нему обычно подают соленые огурцы. Это знаменитое блюдо. И вот это знаменитый ресторан на Конногвардейском проспекте, Санкт-Петербург. Здесь, видите, есть открытая веранда. И внутри там огромная территория. Там много залов. Большие залы с баром, с хорошими туалетами. Все прекрасно здесь. Но мы решили посидеть на улице. Что мы заказали? В такую жару сейчас почти 30 градусов в Питере. Это редкость. Жарко. Поэтому самое лучшее холодное блюдо первое. Это, конечно же, гаспачо. Холодная уха. Такие вот есть блюдо. И окрошка. Здесь представлено все, кроме ухи. Окрошку я не захотел брать. Захотел взять гаспачо с камчатским крабом. Холодненький томатный испанский суп. Мне очень нравится. Когда он с холодильничка, обалденно охлаждает. Ну и на второе блюдо я взял себе холодец из бычьих хвостов. Ну а участники группы Волчука СД, которым еще можно, они себе взяли всяких закусок. И мясных, и рыбных. Даже взяли жареный костный мозг говяжий. С хрустящим бородинским хлебом. Я пробовать не буду, но они расскажут, я вам доложу. И еще мы взяли холодненькой газированной воды. Так и называется Строганов. Здесь, конечно, итальянская, Сан-Бенедет, то прекрасная вода. Ну а мы решили попробовать Строганов. Хорошую воду качают из артезианских склажин или нет. Доложим сейчас. Пока все. Вы реально хотите? Не, работает, но не газированный. У них водопровод с газированной водой не работает. Заказывают у Лагидзе, воду Лагидзе. Он их делает Строганов. Ну попробуем сейчас. Спасибо. Я работаю. Уважаемые друзья, после посещения музея артиллерии напрашивается тост за славу русского оружия. Давайте. Это обязательно. Ну и в заключении встречи Байдена и Путина, вернее Путина и Байдена, вот так бы я сказал, это точнее. Здесь тоже, видите, тут традиции дружбы народов. Поэтому ресторан-то русский Строганов, а все с антураж американский. Вот такой вот симбиозик. То есть идем в нужном направлении, к дружбе народов. Мне понравилась встреча 16 июня в Женеве. Очень понравилась. Наш президент был на высоте. Вот так. Вроде ни к чему толковому не пришли, но уже сам факт встречи, это наша небольшая, но победа. Вот так вот. Мы заставили себя уважать, наконец-то. И считаться с нашими линиями красными, за которыми заступать мы никому не позволим. Вот это я аплодирую Путину и его команде, которая готовила эту встречу. Классно. Пресс-конференция вышибила дальше. Классно. Просто хорошо. Поэтому давайте за дружбу народов русского и американского. Еще одна вода, только похолоднее. Для старого алкоголика. Ну, для... Ну, для... Ну, для... Ну, для... Ну, для... Это вместо крепких напитков не льда. Хорошо. Чтобы я не забывал о том, что мир прекрасен. На льда сюда подкинуть. Ну, раз завязался. Хорошая водичка. Хорошая. Ресторан заработал первый плюс. Еще второй плюс. То, что русским именем назван. Графа Кстроганова. И третий плюс. То, что за дружбу народов. Тут пока три... Уже три плюса. Мы еще не начали есть. Уже три плюса у ресторана. И четвертый плюс. Все открытая веранда. И хороший навес. Я попросил его удлинить. Солнце начало выходить. Официанты сразу же отозвались на мою просьбу. На просьбу великого рокера Волчука СД. А мне ж нельзя отказать. Вы же понимаете? И удлинили навесик. Солнца нет. Все хорошо. Я не нагреваюсь. А то как охлаждаюсь. Хорошая вода. С газом. Уважаемый любитель рок-музыки. Ресторан Строганов зарабатывает пятый плюс. Какой пятый? Оперативно официант принес лайм. Потому что лайм очень хорошо способствует охлаждению организма. Вот так. И принес лед. Чтобы еще больше охладить воду. Вот так. Поэтому оценки пока не зарабатывают. Но плюсы уже зарабатывают. Уже пять штук. Это скажется на конечные оценки. Обязательно. Ждем. Ждем еду. Потому что вы же знаете, что самое главное в ресторане это не вода. И не лайм. И даже не хороший официант, а повар с хорошей едой. Поэтому давайте за то, чтобы наше хорошее предчувствие. Все-таки оправдывались. Избывались. С лаймом и с льдом уже намного лучше. В хорошую жару. С 30 градусов. Уважаемые любители рок-музыки. Участники рок-группы Волщука СД не дают мне отдохнуть. Они, видать, старые хохлы. Которые знают, что между первой и второй муха не должна пролететь. А между второй и третьей пуля. Поэтому приходится поднимать тосты опять. Но хочу, раз уж мы находимся в одном из центров европейского футбола. Поэтому я хочу выпить за наш русский футбол. Чтобы мы победили. У нас было всем врагам. Вот так. Давайте. Чтобы Дзюба там отличился. Не только Мероничук. Чтобы Дзюба еще пару штук им закатал. Датчанам. На предстоящей встрече. Вот за это. За наш русский футбол. Которая любимая наша игра. Навсегда нас огорчает под конец. Вот чтобы в этот раз они нас порадовали. Давайте. Уважаемые любители рок-музыки. До начала трапезы. Еще один плюс им ставлю. Оперативность. И еще один плюс. Это уже седьмой плюс. Это прям редкость. А какой еще плюс? Эстетика. Обратите внимание, какая красота. Гаспачо. Ну, сам цвет. Прям уже вызывает аппетит. Листик мяты лежит. Чесночок насыпан. Огурчики. Все. Сметанки немножко. Селедочка. Мурманская. Великолепно, видать. Как закуска. Мозг говяжий. С хрустящим бородинским хлебом. Запеченные белые грибы. Тартар из говядины. Ну, и Бурата. Режиссер. Наш знаменитый очень любит Бурату с помидорами, с соусом, пестой и с мятой. Вот она любит это. Ну, а я вот буду охлаждаться. Ну, а пока вот только плюс у них. Оценок пока нет. Буду сейчас пробовать. Первая проба. А ну. Хорошо. Холодненькая. Кисленькая. Перченая. С чесночком, с огурчиками. Ну, что? Достойное блюдо, я хочу вам сказать. Достойное. Оценку пока ставить не буду. Но достойное. Уважаемый любитель рук музыки. Гаспачо. Ставлю 4,5 балла. Аутентичный вкус. Ну, вы знаете, 5 баллов это надо заслужить. Вкусно, хорошо. Но пока вот 4,5. Вот что-то вот 4,5. Теперь хочу попробовать костный мост. Говяжий. С бородинским хлебушком. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Закусочка такая легкая. Подводку. Но я без водки. Вот буквально чуть-чуть откушу. Ну, что, подводочку. Закусочка хорошая. Помните в детстве, когда там мама варит холодец, когда у тебя кости говяжьи есть, просто большие, из них выбиваешь этот мозг, он такой вкусный. Вот это он. Слегка поджаренный. Лучок, перчик, немножко травы. Грамотно сделано. Закуска под водку великолепная. Но вместо водки я выпью воды. Строго дав. Поэтому давайте выпьем за то, чтобы все было хорошо. Вот так вот я хочу сказать. 4,5 балла. Уважаемый любитель рок-музыки, пробуй еще одну закуску с жульен из белых грибов. Традиционное блюдо, но по-разному его готовят люди. Испортить можно все, что угодно. Вы знаете. Есть некоторые блюда, которые, чтобы испортить, нужен особый талант. Нет, это к нему не относится. Жульян. Жульян-то надо уметь готовить. А ну-ка, ну-ка. Хороший, насыщенный грибной вкус. Вот так сделано. Ни жидко, ни пересушено. В меру, в точку. Точно посолено. Хорошая блюда. 4,5 балла. Пробую мурманскую селедочку. Тут для русского человека это, считай, что второй хлеб. Селедка. Расскажу вам, как мы служили на Камчатке. А там, на самом деле, до смешного доходило. У нас было больше красной рыбы, ну, горбуши на корабле, чем селедка. Когда селедку провозили в бушке, там праздник у нас был. А селедку привезли. Красная рыба уже есть не могли. Поэтому сейчас попробуем, как они тут, селедочку умеют делать или нет. С бординским хлебушком. Ну, селедка, на и вафельке селедка. Когда хорошо сделано. Хорошо сделано. 4,5 балла. Ну, прямо-то у них, вы понимаете, он на одном уровне сидит. А стабильность, вы знаете, что это класс, спортсмен. Стабильность и результат. Пока 4,5 балла. А там еще плюсы были, а? Уважаемые любители Рогманы, там у них еще плюсы были. Помните, 7 штук. За скорость, за холодную воду, за вкусную воду. За вежливость. Поэтому чувствую, что они нарываются на хорошую оценку. Вообще-то, у меня есть такое чувство, что этот ресторан нарывается на хорошую оценку. Там будем смотреть. Кофе, вы знаете, все покажет кофе в конце. Это у нас всегда контрольная закупочка в конце. Ждем. Уважаемые любители рок-музыки, мне принесли второе блюдо, которое на самом деле является закуской. Я не брал никаких вторых блюд горячих. Я взял закуску себе. Вот холодец и с бычьих хвостов. Ну, почему? Здесь практически мясной ресторан. Здесь есть рыба, но в основном мясной. Почему здесь совмещено? Русское название с американским внутренним убранством. Да потому что американцы – это стейк, это бургер. У них здесь основное блюдо – это мясные. Потому что сам граф Строгана влюбил мясные блюда. Вот так мы и соединили. Поэтому такое оригинальное блюдо. Холодец и с бычьих хвостов, с хреном и с горчицей. Поэтому сейчас я попробую. Но я хочу вам сказать, что прямо перед приносом этого блюда участники рок-группы Волочук АСД произнесли тост, очень неизбитый в нашей среде, за Волочук АСД. Но я не могу отказать им и не могу не поддержать. Такой великолепный тост, очень оригинальный, главное. Поэтому давайте за Волочук АСД. Дай бог ему процветания, успеха, чтобы его любили. В первую очередь члены семьи, то есть рок-группы Волочук АСД. Ну и, конечно же, чтобы поклонники меня обожали. Давайте, вот за это. Пробую свое основное блюдо, которое, говорят, граф Строганов тоже полюблял. С хреном сначала. А ну. Ну хорошо. Опять нарываются на 4,5 балла. Теперь хочу с горчичкой. А про горчичку вам расскажу один случай из моей практики. Мы были на горнолыжном курорте в Австрии. А там в одном горнолыжном кафе подавали традиционные сосисочки австрийские, с капусточкой, с пюре. Но к этим сосискам они подавали хрен. Я не про горчицу, про хрен расскажу. Ну а хрен, ну что, хрен да хрен. Ну и я взял покойника, хрена побольше, на этот кусок сосиски. Отправил его в грудь после стопочки шнапса. У меня сперло дыхание. Настолько он был крепкий. Я не мог вздохнуть, наверное, где-то минуту. И вот так вот, мотая головой, я увидел, что эти повара и официанты выглядывают с кухни и смеются. Они знали, что это за хрен. Это у них какой-то местный сорт хрена. Он зверский был. Но я хочу сказать, здесь хрен тоже крепкий. Я не люблю хрена вот эти там, которые, знаете, с майонезом. Вот когда продирает до мозгов, вот хрен. Вот у них был такой хрен в Австрии. Это тоже неплохой хрен. Но горчица здесь, во, меня продерло горло. Прекрасная горчица, я люблю такое. Но знаете, у нас в магазинах исчезла нормальная горчица. Ее искать надо, которая вот настоящая русская, чтобы она продирала, прошибала. Отличная горчица. Уверен, делают сами. Классная. Холодец 4,5 балла, горчица 5. Горчица вырывается вперед. Но я вспоминаю еще один рассказ. Когда англосаксы начали захватывать Америку и воевать с индейцами, они их презирали, считали себя высшей расой, убивали беспощадно, понятно. И вот они однажды пригласили в какой-то форт вождя племени вести с ним переговоры. И чтобы его унизить, он не знал, что такое горчица. И они ему намазали хлеб крепчайшей горчицей толстым слоем и предложили скушать. Они ждали, когда он начнет задыхаться. Так вот вы будете смеяться. Этот вождь племени съел полностью. Даже не шелохнулось его лицо. Ни одна мышца лица. Он съел, поблагодарил, встал и ушел. Война продолжилась. Вот так. Поэтому встреча Байдена с Путиным. Вернее, Путина с Байденом. Сулить нам, как там сказал Владимир Владимирович, забрез железарницы. Надежда. Уважительно друг к другу относились на этой встрече наши руководители. Поэтому за что я хочу выделить? За то, чтобы у нас была выдержка такая, как у того вождя. А у Владимира Владимировича именно такая выдержка. И меня это радует. Потому что это наш вождь. Вот так. За выдержку. Уважаемый любитель рок-музыки. Поступило еще одно предложение от члена рок-группы Волчук АСД. Выпить за нашего гениального режиссера и продюсера. Но я не могу не поддержать такое предложение из трудового коллектива. С самых низов, которое пошло. Поэтому, Елена Ивановна, я поднимаю тост за вас. За вашу немеркнущую красоту. И за вашу неутомимую энергию. Только благодаря вам, почитателям нашего таланта, каждый день смотрят всякие видео. Я бы, уважаемый любитель рок-музыки, когда в жизни бы столько видео не делал. Уж извините вы меня, но я немного ленивый, товарищи. Мне поспать, рок-н-роллку-нибудь сочинить. А меня заставляют репортажи вам делать. С разных музеев и ресторанов. Поэтому, Елена Ивановна, за вас. За вашу неутомимую энергию, красоту немеркнущую. И за то, что вы нас всех любите. Членов группы Волчук АСД, я имею в виду. И лично Волчук АСД. За вас, Елена Ивановна, давайте. Уважаемый любитель рок-музыки. Ну, вот не хотел я сегодня подвиг совершать. Я вообще каждый день подвиги совершаю. А вообще нет, ну не хотелось. Но меня заставил мой продюсер, который заказал себе стейк. Средней прожарки. А говорит, нет, попробуй и выскажись. Поэтому приходится идти на гастрономический подвиг. Хотя я уже чувствую, что я уже свою меру, ну почти уже превысил. Напробовался. Но буду пробовать. Но прежде чем даже попробовать мясо, я ставлю еще один плюс этому ресторану. Почему? Потому что к мясу принесли три вида соли. И морская, и какая-то с какими-то приправами. Вся крупная. Крупную солью не пересолишь, ее прикольно солить даже. Это грамма. А также принесли два вида соуса. Грибной и перечный. Сначала пробую мясо без всяких соусов. Ну, нарываются на высокую оценку. Елена Ивановна, вы заказали хороший стейк. Вкусно очень. Вот реально вкусно. Желаю, сочный, жирненький. Класс. Попробую еще теперь соусом с грибами. Великолепный соус. Иду на рекордный подвиг. Вот так вот. Третий кусок мяса пробую, но уже с перечным соусом. Елена Ивановна, я вам завидую. У вас прекрасные чувства вкуса, потому что стейк просто великолепный. Соус отличный. Соль прекрасная. И поперчено хорошо. 4,75. За стейк 4,75. Ну, вот хотел поставить меньше. Нельзя меньше. Давайте кофе. Молодой человек. Я насык... Меня заставили объесться. Меня заставили объесться, потому что... Говорят, дай оценку. Ты же как будущий эксперт Мишлен. Ты должен дать оценку. Говорю, хорошо, ладно, попробую. Попробовал, вы знаете, 4,75 ставлю. Из скольки? Из пяти. Хороший ресторан. Хороший. Нарываетесь на хорошую оценку. Я вот это вам могу сказать. Это точно вам могу сказать. Вы несете латте, потому что у меня это же контрольная закупка латте. Если люди умеют делать латте, тогда я говорю, так, вот тогда точно. Уже нарываются на хорошую оценку однозначно тогда. Пока вот, вот жду. Уважаемый любитель рок-музыки, ну, вы же знаете, у меня всегда в конце посвящение любого ресторана контрольная закупочка. Кофе-латте. Умеют или нет? Не испортят ли они впечатление о предыдущих блюдах? Буду проверять еще. Сану-ка. Не удастся мне занизить им оценку. Хотел. Думаю, за что зацепиться? Думаю, может, за кофе зацеплюсь. А у них прям, ты смотри, одни плюсы. И четыре с половиной по всем блюдам, кроме вот стек 4,75. Уважаемый любитель рок-музыки, идемте посмотрим, что там у них в средине. Пошли. Кофе хороший сделали. Ставлю 5 баллов. Ну, вот видите, какое интересное соединение. Название русское, а внутри все американское. То есть дружба народов. Все прекрасно. Идем? Ну, здравствуйте. Ну, понравился мне ваш туалет. Можно я еще раз схожу? Ну, такое прекрасное заведение. Прям заходишь, прям все блестит, сверкает. В воду прям, где я сначала не знал, как включить. А можно кнопочка сенсорная на стеночке? Пойдем, я тебе покажу. Пойдем, я. А вот и джентльмены ждут. Здесь, видите, джентльмены тут. Сюда джентльмены. Пойду, схожу. Помимо того, что в этом ресторане великолепно готовят, он еще и очень удобен для проведения банкетов различных форматов. От романтических встреч на двоих, ужинов или обедов одиноких холостяков, встреч одноклассников, пивных вечеринок, вырвавшихся на волю мужей, различных девичников, в свою очередь, решивших передохнуть от семейной жизни строгих жен. Здесь также можно провести и достаточно большой корпоратив, или свадьбу, или отметить юбилей. В ресторане имеются залы на любую компанию. Ну, а еда, по сути дела, на любой вкус. Но акцент все же сделан на мясные блюда. Стейки, бургеры и, конечно же, беф строганов. Ведь именно фамилия русского гурмана и эстета графа строганова звучит в названии ресторана. Интерьер в ресторане традиционный для американского бара или паба, с различными подчеркивающими стиль артефактами и многочисленными фотографиями на стенах, как просто дизайнерскими, так и с медийными лицами, посещавшими это заведение. Но, несмотря на американский антураж, наш старинный русский самовар напоминает посетителям, что они в России. В залах звучит ненавязчивая музыка. В туалетах чисто и нормально пахнет. В общем, надо сказать, что заведение очень приличное. С какой стороны на него не посмотри. Еще раз подчеркну вежливость и радушие официанта, обслуживавшего нас. Он любезно устроил нам экскурсию по ресторану. Чувствовалось, что человек и с душой относится к своей работе и гордится своим заведением. А вы же знаете, что на вкус блюд, на их восприятие, оказывает влияние все. Не только мастерство повара, но и вид, и цвет, и запах, и звук внутри ресторана, и антураж, и отношение к тебе, твоего официанта. Спасибо ему еще раз и за экскурсию, и за вежливое и быстрое обслуживание. Ну и в заключение я хочу поднять тост. Хочу выпить все-таки из-за наших русских поваров, из-за наших людей, которые создают прекрасные рестораны с прекрасной кухней. Потому что, ну не стыдно, вот сюда любого пригласить, иностранца, ну вкусно. Я объездил полмира, извините меня, Москва и Питер становятся столицами гастрономическими. Как бы там ни бахвалились французы, парижане всякие, всякие голландцы там с британцами. Москва, на любой вкус рестораны, Питер, на любой вкус рестораны, прекрасное обслуживание. Поэтому я хочу выпить за работников этого ресторана, а в их лице, за всех наших русских людей, которые научились вкусно готовить и радовать людей своим мастерством. Молодой человек, ну понимаете, ну вот хотел придраться, думаю, ну хоть тут подведете меня, ну может. Кофе хороший, ну прямо придется ставить высокую оценку, но есть еще над чем работать. Есть, я потом скажу. Но, доложу вкратце, смотрите, вы знаете, что класс спортсменов в стабильности результата. Вот все блюда 4,5 баллов ставлю сразу, но я превышаю свои полномочия, потому что помните, ну вы может не помните, а наш профессор в институте мне говорил, когда мы говорим, а за что ты мне 3 поставил, я что знал, на 5? Он говорит, нет, на 5 знает Бог, я знаю на 4, а вам, говорит, бездельники, больше тройки я не поставлю. Поэтому я превысил полномочия, я же не Бог. Я ставлю вашему ресторану 4,7. Обслуживание 5 баллов, 4,5 баллов все блюдо, стейк 4,75, общая оценка 4,7. Превысил полномочия, но вы заслужили. Отмечу, 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 отмечу. Несите счет, карты буду платить. Уважаемые любители рок-музыки, я ставлю этому ресторану еще один плюс, потому что нам выдали карточку беспрецедентных скидок, 10%. Ну а пока мы вам 10% накинем. Спасибо вам. Великолепный ресторан, вот что я могу сказать. Я еще никому 4,7 не ставил. Вам просто повезло, что я тут проезжал мимо, понимаете, и поставил вам 4,7,5 балла. Спасибо вам большое.